Морской вокзал Сочи Молодая и талантливая актриса одинаково хорошо может сыграть как и наивную жизнерадостную студентку, так и глубокий мистический образ в море откровений потрясающая Юлия Франц Когда ты будешь сниматься, когда у тебя будет опыт в съемках, тогда и приходи. Я не обязана кому-то там нравиться. Твоему агенту названивали какие-то мужчины и пытались с тобой познакомиться. Какое-то странное ощущение, когда тебя пытаются купить, а ты в уголенном виде находишься и это тяжело психологически расслабиться. Все начальство в этом участвует. Мне показалось, что это не мое вообще. Туда я даже не пыталась попасть, меня не позвали сами. И сколько предлагали? Ну нормально предлагали. Я не сдержалась. Юль, ну привет еще раз. Привет еще раз. Здесь в Сочи ты представляешь картину Гога Львий. И к моменту выхода нашей программы выйдет уже третья часть. Страшная месть. Вы снимали сразу три части? Да, мы снимали сразу все. Не было никаких периодов таких, чтобы первый фильм сняли, второй фильм, третий. Нет, мы снимали полноценно все серии, грубо говоря, этого фильма. Единственное, когда мы прерывались, это погодные условия, которые были у нас достаточно сложные. Выпадал там снег неизначай и так далее. Нам приходилось ждать, пока погода наладится. Вот были вот такие перерывы, связанные с погодой только. А так мы продолжали снимать, я не помню даже сколько, на протяжении полтора года в общей сложности почти получилось. Но третья часть окончательная? Да. Киноверсия, она окончательная, третья часть. Думаю, что позже покажут еще по телевидению. Там будет более широкий формат, потому что для фильма, для этих полных метров, какие-то вещи сокращались. Ну, режиссер этой картины, Егора Баранова, всего 29 лет. Когда режиссер почти твой ровесник, это расслабляет? Не могу сказать, что я чувствовала то, что Егор Баранов, ему 29 лет, он молодой, и, значит, мне легче с ним работать или сложнее с ним работать. Как-то я относилась... Я даже забыла о том, что он практически мой ровесник, получается, у меня на год старше всего лишь. Я об этом не думала. Я относилась к нему как к режиссеру, и он достаточно требовательный, достаточно такой строгий, очень внимательный к своей работе. И поэтому, несмотря на то, что ему 29 лет, я считаю, что он уже очень опытен, на самом деле. Причем он прекрасно разбирается не только в режиссерском направлении, но и в других направлениях, там, операторскую работу, если брать. Ну, то есть вот все вот эти хао, он очень внимательно относился и к гриму, и к костюму, так-то всеобъемлюще достаточно работал. Поэтому, несмотря на его возраст, в работе с ним ты об этом забываешь, о том, что ему 29 лет. Кажется, что он взрослее гораздо причем. Как из тебя гримеры создавали утопленницу? Может быть, ты специально не высыпалась, чтобы в прямом смысле выглядеть убитой? Ну, меня гримировали, у меня был очень плотный грим, белый, такой достаточно театральный грим, который очень тяжело отмывался. Это было достаточно сложно. Вот, он плотный, и мне покрывали практически все тело, лицо. Это была основная задача, потому что хотели, чтобы я была бледная и так далее. То есть туда я даже не пыталась попасть, меня не позвали сами. Вот, и мне кажется, я так и так не высыпалась там особо, и потом мы мерзли постоянно и так далее. Условия были тяжелые, поэтому я просто плохо выглядела. Как надо, в общем. Как надо, да, да. Я просто была не очень. Ты рассказывала, что после выхода Гоголя твоему агенту названивали какие-то мужчины и пытались с тобой познакомиться. Как именно это было? Ну, телефон агента у меня в открытом доступе, и после, да, после съемок фильма, после съемок в журнале «Максим» мне приходили за предложения, такие, не знаю, что это за предложения, такие, когда предлагают поужинать и посидеть за деньги. Да, такое было. И сколько предлагали? Ну, нормально предлагали. Я и сдержалась. Предлагают, ну, предлагают достаточно хорошую сумму. Вот так вот встретиться и посидеть. Я не знаю, зачем такая встреча дорогая нужна, и чем такие встречи заканчиваются, но то, что предлагали, да, было такое. Ну, вот говорят, что после выхода третьей части Гоголя покажут на Западе. Есть ли у тебя амбиции сниматься за рубежом? Недавно просто даже обсуждала этот момент. Я, как и все, конечно же, об этом задумывалась, но у меня никогда не было такого ярого стремления попасть в Голливуд или сниматься за границей. Почему-то в этом плане достаточно спокойно. Если мне предоставится такая возможность и удастся поработать, например, с режиссерами, да, с заграничными, так сказать, то, конечно, я с удовольствием поработаю, мне интересно. Но таких амбиций у меня не было, таких, когда я мечтала, чтобы я об этом мечтала, такого нет. А ты язык хорошо знаешь? Английский? Язык я очень быстро учу и очень быстро забываю. Если я не практикую, вот я сейчас понимаю, что недавно летала на отдых, и я поняла, что мне тяжело изъясняться. То есть я забываю очень быстро, причем язык. Я, когда была маленькая, я выучила буквально за месяц таджикский язык, потому что жили в Таджикистане, да, и я выучила за месяц его. Очень быстро, потому что я, причем, ну это по рассказам моей мамы, потому что я общалась с детьми этой нации и очень быстро выучила. Мне нужно было общаться, дружить не с кем, и я так старательно слушала. И мне достаточно легко воспринимать на слух вот эти вещи. Правда, я начинаю забывать русский и так далее. Но и также я быстро его забыла. То есть я общалась, вот в семье я была одна, которая знала, и я переводила какие-то вещи. А потом забыла, и все. Я не могу сейчас вспомнить. То есть я не могу вот даже как-то косноязычно изъясняться, например, на этом языке, потому что я не помню ничего. Очень быстро забываю. Так же и с текстом. Я быстро учу, но через день я его уже не вспомню, если мне это не нужно. Сценарий в смысле, да? Да, да, да. Если, например, вот какие-то сценарии на съемке, то я быстро учу, и так же вот снялась, и дальше я уже забыла. Очень все происходит у меня. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Расскажи о своем опыте в сериале «Кухня». Это я снималась, когда я еще не помню, только я поступила, что ли, или что-то такое. И вот я снялась в эпизоде с Дмитрием Нагиевым. Сейчас тогда я все за ним наблюдала, и думаю, он такой мужчина, очень уверенный в себе, очень такой... брутальный, вот, но я не снималась там долго. Это была вот эта подработка, значит, генческая у меня. Универ-то снимается? Универ закончили снимать. Я подписывала контракт на определенный срок, и этот срок мы отработали. То есть будут выходить еще новые сезоны, их будет несколько, так как снимали мы уже продолжительное время. Но на данный момент вот съемки у нас остановились, и все, я в свободном полете в данный момент. Я знаю, что у Стас Ярушина в Геленджике квартира. А у Арарата в Сочи? Нет, вот они, да. И в гости не приглашают еще, да? В гости не приглашают, и квартиру везде покупают. Кошмар какой-то, честное слово. Когда ты приходишь в уже известный успешный проект, это двойная ответственность? Психологически сложно входить и вливаться в коллектив, потому что когда начинается проект нормально, то есть я имею в виду, что мы все начинаем знакомство друг с другом и так далее в один и тот же момент, и это легче. А когда ты приходишь в уже устоявшийся коллектив, сложившийся годами, это психологически тяжело. И мне, конечно, было тяжеловато. У нас, благо у нас актеры все очень такие простые ребята, очень дружелюбные, и у нас даже каких-то конфликтов не возникало. Наоборот, все старались помочь, так как это определенный жанр, он требует определенно работать. То есть там определенный ритм идет, ты быстрее говоришь текст. Там другие оценки не так, как мы в жизни оцениваем, они более яркие, так как определенные правила жанра. И для меня это было, конечно, так боязно, так как я в таком жанре не работала. И более того, когда я училась, я все время играла какие-то драмы, как Достоевского, братья Карамазова и так далее. И поэтому мне было сложновато. В уголенном виде находишься, и это тяжело психологически расслабиться. Коллектив хороший, это очень важно. У нас атмосфера очень хорошая на площадке. У нас все такие с чувством юмора подходят. И дружелюбные достаточно ребята. Я уважаю их за то, что они так хорошо нас принимали с Катей Шумаковой и помогали на пробах. В частности, как раз таки Стас Ярушин, с которым я пробовалась, он очень сильно поддерживал. Хотя ему, в принципе, в этом нет необходимости. И это облегчает очень сильно. Кастинг шел на протяжении месяцев шести, наверное. Поэтому претендентов там было очень много. И постепенно пробовались, мы пробовались, постепенно отсеивалось, отсеивалось, отсеивалось. Потом оставалось уже человек десять. И вот мы все там пробовались. Несколько месяцев, получается, в марте я пришла первый раз. И вот я к ним ходила, ходила, ходила до конца мая. И вот так вот они отбирают. Потом они смотрят, утверждают это продюсеры, утверждают это авторы. Все отсматривают, потом они встречаются с тобой. То есть такой у них процесс достаточно сложный. Они очень ответственно подходят к этому, очень избирательно. Все начальство в этом участвует. Да-да. То есть очень внимательно подходит. Ты жила в студенческой общаге? Жила, да, жила. Доширак ела? Ой, я и Доширак. Я и сейчас иногда Доширак поеду, могу поесть. Ну, слушай, я тоже. Бывает такое, как хочется. Хочется взять и съесть Доширака, причем с майонезом. Как-то бывает у меня такое. Ела и Доширак ела, я что только не ела. Мы жили в общежитии, но у нас было очень хорошее общежитие. Оно находится в центре города, оно считается одним из самых лучших в России. И там очень чисто, очень уютно, очень хорошее условие. Поэтому общага у нас была не такая, которая в широком понимании чаще всего складывается впечатление, что там гуляют, тусят, разбивают двери и так далее. То есть у нас было очень хорошее общежитие. Мы жили на Маяковке, на Маяковской станции метро, в самом центре. Нас очень хорошо контролировали, в виде видеокамеры, поэтому была всегда чистота, порядок. Но мне нравилось там жить, потому что все равно это такая своя атмосфера, друзья, ребята. Там мы все кино смотрели, то есть как-то так, все равно отдыхали. Я знаю, что ты была соведущей программы «Агенты 003», вроде как, как-то так мы знаем. Ой, я была там пару выпусков. И ты ушла? Я ушла, да. И почему? Потому что мне это не подходит. Мне, не знаю, мне это не подходит, как мне кажется. То есть ведущей мне быть сложно. Мне кажется, это тяжело очень. Когда я работаю по определенному тексту, когда я работаю по тому, что я понимаю, и я заранее готовлюсь к этому, я знаю, что у меня будет. Ну вот в этом смысле вот так у меня. Мне проще, если брать кино. А это совсем другое. Быть ведущей – это абсолютно другое. Мне кажется, это достаточно сложно. Вот для меня это сложно. Я не знаю, как будет в будущем, но мне показалось, что это не мое вообще. В какой момент ты поняла, что тебе нужен директор, который будет искать тебе работу и всячески продвигать? Я это поняла, когда еще училась в институте, как и все это понимают. Мне кажется, актеру, конечно, необходим агент. От этого очень многое зависит. Но очень сложно и тяжело агента себе найти. Это не так уж легко. Я захотела, и вот давайте мне директор или давайте мне агент. Это достаточно сложно, потому что актеров очень много. Очень много конкуренции. Очень много ребят, которые выпускаются. Огромное количество талантливых людей, которые не могут пробиться никаким образом. Они не могут даже узнать о кастингах. И также я не могла узнать о каких-то кастингах. Я сейчас не всегда знаю, но тогда я не могла даже, когда я училась в институте, и разносила свои фотографии везде, где не попадет, там, на Мосфильме, как и все студенты это делают. Мы не знали, как вообще узнать хотя бы о кастинге об одном. У тебя нет информации. Агент помогает в том, что он дает тебе информацию, он отправляется на кастинги, а потом это все равно защита, потому что мой агент мне помогает, он как-то и морально может поддержать, и в плане каких-то моментов документов. Ну, то есть этот директор, он очень необходим. Потому что одному тяжело справляться со всем этим. Я не обязана кому-то там нравиться, это же правильно. Я очень долго билась с тем, чтобы попасть в какое-то агентство, и когда я поняла, что это бесполезно... То есть тебя не брали? Ну, не брали, конечно, потому что мы приходили толпой. И у нас говорят, говорят как? Когда ты будешь сниматься, когда у тебя будет опыт в съемках, тогда и приходи. А как я могу набрать этот опыт, если я даже не могу узнать о кастинге? Ну, то есть так стандартная вот такая история была. По крайней мере, у меня было так. Вот. И у многих моих знакомых и так далее. И мне просто написал Ваня Самохвалов. Это продюсер, один из продюсеров, который работает в компании «Среда» Александра Цикала. Он написал мне на Фейсбуке, потому что он где-то увидел мои пробы, и им понравились мои пробы. И они решили меня пригласить к себе агентство. У них тогда от «Среды» было актерское агентство, так же «Среда» оно называлось. Вот. Им просто, просто я им понравилась. Они меня увидели на каких-то пробах, видеопробах, и сказали, что мы вот тебя приглашаем к себе в агентство. То есть туда я даже не пыталась попасть, меня не позвали сами. И какое-то время я сидела без работы, и все очень постепенно складывалось. Это сейчас становится легче. А тогда было достаточно сложно все равно. Юль, на что ты сейчас откладываешь деньги? На жизнь. Ну, то есть я стараюсь экономить, конечно, потому что я такая душа, как сказать, открытая. Я могу растратить, потратить. Я очень люблю подарки дарить. Вот. Но я стараюсь как-то себя держать в руках. Откладываю, пока не знаю, на что, но я откладываю, так как я хочу поменять квартиру, я хочу немного побольше. Я привезла маму в Москву, и мне нужно, чтобы было больше пространства. Если мне это удастся сделать, я буду очень рада. Сейчас ты не служишь в театре, насколько мне известно, да? Ну, скорее всего, это связано с отсутствием желания, потому что, когда есть желание, ты найдешь способ для того, чтобы заполучить работу. Я бы участвовала в спектаклях, потому что я понимаю, насколько это важно для актера, для тренинга. Но на данный момент я не служу в театру. Когда я выпускалась из института, у меня вообще не было желания пробоваться в театре. То есть как-то у меня какое-то было такое настроение, что мне не хотелось. Я не знаю, с чем это было связано, я не помню тогда. Но у меня абсолютно отсутствовало желания пробовать себя вот на этом поприще. Я просто ушла, и все. А спустя какое-то время я начинаю понимать, что это, конечно, необходимо, это нужно. Вот, и постараюсь этим заняться в ближайшее время. Юль, к нам недавно приходил твой друг, музыкант Миша Марвин. Да, ладно. Да. И он нам рассказал историю появления его псевдонима Марвин. Я, конечно, думала, что это от Марвел, но оказалось не так. Ты, наверное, уже поняла, что я хочу спросить о твоей фамилии. А, я что-то задумалась о Мише Марвине, если честно, так вспомнила. Вот, замечательный человек. По поводу псевдонима, да, у меня псевдоним, потому что моя реальная фамилия это Дзутцева, это осетинская фамилия. Так как у меня есть осетинские корни, у меня, соответственно, осетинская фамилия. А фамилию я заменила, когда я снималась в проекте, он не вышел. В кино так и не вышел, как-то не сложилось с ним. Мне предложил режиссера заменить, потому что мне все время говорили о том, что это такая фамилия, неизвучная, и потом она, ее никогда никто не может выговорить. Постоянные проблемы у меня всегда со своей реальной фамилией. И предложил просто заменить, а у него, у бабушки была эта фамилия. Я просто взяла, заимствовала фамилию, и все. То есть и в паспорте теперь у тебя новая фамилия? Да, до сих пор его старая. Надо менять, но мне так лень, потому что это нужно менять все документы, это нужно менять снова права, я их только недавно поменяла, мне так лень этим заниматься. Поэтому я пока хожу со старой фамилией. Вот, и все. Ну, как долго ты раздумывала, прежде чем согласиться на съемку в журнале «Максим»? Какое-то время все-таки я раздумывала. У мамы спрашивала разрешение? Мама спрашивала, но она в этом смысле меня не ограничивает. То есть я имею в виду, что она не будет мне говорить, я тебе запрещаю, это позор и так далее. Атакованное не скажет. Не знаю, мне понравилось с ними работать. Конечно, это было так, мне было не по себе, потому что группа состоит в основном из мужчин, а ты в уголенном виде находишься, и это тяжело психологически расслабиться. Но потом ты устаешь переживать, потому что ты просто устаешь от съемки, и уже думаешь, ладно, давайте с ним, и все. Так что нормально. Снимем и все. Снимем и все. Все снимем и снимем. Все гости программы «Море откровений» рассказывают о каком-нибудь неизвестном факте из своей жизни, о котором они никому никогда не рассказывали. Эксклюзивный факт? Ладно, ну я не помню. Слушайте, первое, что я вспомнила, я же родилась в Таджикистане, у меня просто, я не знаю, почему-то я первая вспомнила это. Родилась в Таджикистане, и у нас там была война. У нас была гражданская война, мы очень тяжело жили, в прямом смысле слово «голодали», вот, и для нас еда, ну то есть мы питались очень плохо, и для нас кусок хлеба, лепешки, которые мы покупали, это мы делили на какие-то части, и вот прям как, ну, существовали очень тяжело. И мне мама, мне было года 4, наверное, или 5, я не помню, вас послала за этой лепешкой, на которой она наскребла, работая там на трех работах, она работала и уборщицей уже на тот момент, и кем только она не работала, для того, чтобы прокормить семью. Она мне послала за хлебом, ну то есть ценность этого хлеба, вы понимаете, да, какая, что... А я, когда пошла за хлебом на базар, у нас там были базары, я увидела жвачку, первый раз в жизни, увидели жвачки вот эти вот, какие-то там, не наши, ну то есть я их никогда вообще не видела, я увидела жвачку, и она была по той же цене, и я вместо хлеба купила жвачку, начала я жевать, пришла домой к маме и хвалилась тем, что она... Посмотри, какая я молодец, я купила жвачку, вот, и она меня заставила идти, где хочешь найти этот хлеб, и я помню, что я вот ребенком... Ну то есть я думала, что она обрадуется этому, когда я принесла жевать, она так на меня ругалась, то есть я не понимала, почему так, и она меня заставила пойти, значит, достать хлеб где-нибудь, и я вот весь день, короче, выпрашивала у людей, стояла рядом с мужиком, где я в тандыре, они мне не давали, и я все-таки, в конце концов, уговорила, вернулась, вечером домой уже, поздно было, закат, но для меня это было поздно, вот, и все-таки достала, больше я жвачки не покупала, вот такая история. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, это вам спасибо большое. Вы смотрели программу «Море откровений», до встречи. Можно сказать «снять». Подожди. Да? Офигеть! Подожди. Ты можешь сказать ему. «Снять». Да? Да. Юль, до скольки лет ты планируешь играть в студентку? Я закончила играть в студентку, а теперь буду играть в взрослых женщин. Морской вокзал в Сочи, центр культурных событий и мировых тенденций, галерея красоты и моды в бутиках Гуччи, Этро Макс Мара, элитный мужской мир, Верменеджильда Зенья, парфюмерия и косметика в артикле, ценителям традиций часы в сублим, семейные завтраки, деловые обеды и званные ужины в ресторанах «Кофемания» и «Ласточки». Морвокзал Сочи, Войково-1. История морского города в деталях и вкусах. Салон красоты Шансу, индивидуальный стиль клиентов, эксклюзивный почерк мастеров. Путь к совершенству укажут профессионалы. Шансу, город Сочи, улица Советская, 42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова